Аким области ГОС Нурмухамбетов побывал с рабочей поездкой в районе Макжана Жумабаева. Глава региона посетил ряд социальных и сельскохозяйственных объектов. Чистая питьевая вода, новые медпункты. В селах района Шалакына улучшают инфраструктуру. Подробности в выпуске. В регионе выпал первый снег. Полицейские предупреждают водителей и пешеходов об опасности непогоды. Рабочий визит Акима области в район Макжана Жумабаева начался с молочной фермы ТО «Нурсен Агра». Эта компания занимается разведением крупного рогатого скота с сементальской породы. Сейчас в хозяйстве содержится более 600 голов крупного рогатого скота. Недавно товарищество приступило к строительству базы на 250 голов молодняка. Общая стоимость проекта – 750 миллионов тенге. Поддержки государственных средств – это заем СПК. Мы получили порядка 500 миллионов заем. Часть у нас собственных средств построили. Вот уже на 95% готовность. Планируем уже к концу октября закончить полностью здесь. В планах товарищества в ближайшее время увеличить поголовье КРС. Кроме того, глава региона ознакомился с работой нового медицинского центра, строящегося в селе Байтирек. Подрядчиком является ТОО «Алем СК». В настоящее время 80% работ на объекте завершено. В этом районе у нас опять непосредственно медпункты и ФАПы строятся. На самый большой процент выполнения у нас получается в Байтиреке здесь, где мы находимся. Тем более здесь у нас по благоустройству там частично сделано. Подрядчик здесь «Алем СК». Все необходимые материалы есть, рабочие работают. Кроме того, глава региона ознакомился с деятельностью колледжа профессиональной подготовки и сервиса в городе Булаево. Это учебное заведение было открыто в 2012 году и готовит квалифицированных рабочих, таких как сварщики, машинисты и токари. На сегодняшний день обучение прошли около 600 специалистов. С этого года, согласно указу президента, стипендия поднялась. Для рабочей специальности минимально 57, максимально 82. Это имеется сервис, малые стечные, малые мужчины. У нас здесь земельный участок, пашню 80 гектаров. Обрабатываете? Обрабатываете, да. Вот это вот убрали, но маловато. В ходе рабочего визита Аким области ознакомился с работой недавно открывшегося в Булаево супермаркета «Оптовик». Это отличная возможность для жителей района, так как магазин предлагает все необходимое для дома. На верхнем этаже представлены одежда и аксессуары по низким ценам. Это ваша продукция? Да, да, вот она. У нас сына Медведская, Голландарь Евгения, занимается тепличным производством. Какая-то теплица у вас? Теплица 10 соток сейчас увеличим. Хорошо, молодой. Это вся ваша продукция? Нет, капуста, картошка, огурцы, помидоры. Картошка, капуста ваша? Огурцы, помидоры. Картошка хорошая, смотрите, качественная какая. И еще прошли, у нас еще... Глава региона также ознакомился с работой школы-гимназии имени Батырбаяна, где была обновлена материально-техническая база. И это позволяет ученикам получать качественное образование, а родителям уверенно следить за успеваемостью своих детей. Однако, как отметил начальник отдела образования района Талгат Карабаев, в районе наблюдается нехватка детских садов. У нас от нуля до пяти лет 496 детей, охвачено 315. Через детский сад, два секунда, школа СССР, 90 детей. Мини-центр при данной школе-гимназии Батырбаяна 50 детей, 5. Мини-центр была в средней школе 45, США Макжана Жумабаева 20. Однако, на сегодня имеются неохваченные дети дошкольным образованием 181 ребенок. И мини-центры при школе-гимназии Батырбаяна и США Макжана Жумабаева, они не соответствуют СанПИНу, так как переполнен в целом. И здесь гимназия, у нас мини-центр, находится на первом этаже, занимает весь этаж. И этот весь этаж получается для начальных классов. А начальный класс у нас обеспечен только второй, третий этаж. Поэтому у нас есть потребность строительства нового детского сада на 200 мест. В этой школе дети также занимаются в кружке робототехники, где юные таланты проявляют свои способности и добиваются высоких результатов. Ребята стали победителями областных олимпиад и вскоре будут защищать честь нашего региона на республиканском конкурсе. Мы его сделали с Данилом из Лига Майншторга F3. Я хочу представить вам принцип его работы. Школа полностью оснащена всем необходимым оборудованием в соответствии с современными требованиями. Большинство учащихся активно участвуют в спортивных и предметных секциях. Есть даже кружок журналистики. Приобретение всех этих ресурсов стало возможным благодаря поддержке общественного фонда «Казахстан-Халкана». Сегодня они большие проекты реализуют по республике, не только по школам. Они занимаются именно таким меценатством, привлекают средства. Вы знаете, большой поводок этого года был. И сегодня они первые, которые отреагировали на призыв нашего главы государства, Хасмиджамар Кемиловича Тукаева, нашего президента. И сегодня, откликнувшись на призыв президента, они первые, которые внесли средства в сумме 2 миллиарда 700 миллионов тенгенов на строительство первых 100 домов из тех 700, которые в областном центре построены. Глава региона ознакомился с ходом ремонта межрайонных и внутрипоселковых дорог, поручив Акиму района активизировать работу в этом направлении. Также Гауестер Мухамбетов посетил элеватор ТО «Агример», где встретился с производителями сельхозпродукции и обсудил с ними прошедшую уборочную кампанию. Руководители хозяйств получили возможность задать свои вопросы Акиму области, одним из которых стал вопрос о выкупе фуражной пшеницы. Когда был, этот вопрос ему поднимали. Вы слышали, наверное, этот вопрос поднимали. Первый поднимали по перерасчету, вы знаете, да, цены. Перерасчет, чтобы сделать. Второй сегодня продлить, сделать пролонгав. Поэтому, я думаю, на уровне министерства этот вопрос решаться будет. Давайте мы запишем и будем обращаться. Также в ходе визита глава региона знакомился с работой ТО «Булаев-СУ». Благодаря этой кампании 16 населенных пунктов района обеспечены чистой питьевой водой. В 16 сельских населенных пунктах было устроено 47 километров водоразводящих сетей. Получили, ощутили доступ к качественной питьевой воде 2,5 тысячи человек. Это строительство и реконструкция водопроводных сооружений в селах Таманское, Караганды, Октябрьское, Новотроиское и в городе Булаево. Гауестер Мухамбетов также посетил ряд объектов села Полтавка. Одним из них было ТО «Алтынастык». Это хозяйство занимается хранением и сушкой зерна. Здесь в ближайшее время планируют заменить оборудование. Также глава региона ознакомился с работой учреждений здравоохранения и пообщался с местным населением. «Да, вот я вот смотрю, да. Мы рады вас видеть в нашем поселке. Я приехал, посмотрел сейчас. Уборочная страда заканчивается. Осталось в этом предприятии 17 тысяч сеет. Жанат здесь? Да, да. Да, вот. С ним пришел, директором посмотрел зерно. 100 гектар всего осталось. 21 центр, хорошо убрали. Урожай хороший у нас. Когда городообразующее предприятие хорошо работает, и когда оно на ногах стоит, сегодня и населению хорошо также развивается социальная сфера. Программа у них хорошая есть. Я сейчас посмотрел, у них зерно-сушилку хотят поставить хорошую такую. Знаете, да, наверное, мужья, дети, может, где-то работают у вас. Поэтому вы не болеете. Перспектива совхоза, предприятие есть. Не болеете. Нам асфальт проложили, вода, асфальт, все есть». Аким области также проверил качество недавно сданного в эксплуатацию многоэтажного дома. В этом здании планируют разместить молодые семьи профильных специалистов. Кроме того, глава региона ознакомился с ходом подготовки района к отопительному сезону. «Топлива есть? Солома хватает? Уже сколько лет она работает? Ну, вы не знаете. Здесь получается пятый сезон. Пятый сезон работает. Котые нормальные, в странном состоянии все. Это второй сезон, это как раз 45-квартирный дом. А вот они эти котлы сами делают? Нет, говорят, что это польские, да. Открывать нельзя же, если он пойдет, да? Да, пойдет. Ну, топлива есть, все хватает. Все заготовлено». Также глава региона посадил дерево в селе Каракуга в рамках республиканской акции «Таза Казахстан». Жители села активно приняли участие в этом мероприятии. В конце рабочей поездки Гауястер Мухамбетов провел встречу с жителями района. В ходе встречи Аким района представил сельчанам отчет о проделанной работе. «Разрешите предоставить информацию о показателях социально-экономического развития района по итогам 9 месяцев 2024 года. Бюджет является основой успешной работы организации и государственных учреждений. Расходы районного бюджета составляют 8 миллиардов тенге. При этом в виде собственных доходов и налогов планируется собрать 3,5 миллиарда тенге. За 9 месяцев собрано 2,6 миллиардов тенге налогов. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 18%. Гауястер Мухамбетов представил отчет населения о проделанной в регионе работе. Местные жители также получили возможность задать свои вопросы главе области и получить на них ответы. В рамках модернизации сельского здравоохранения в селах Аканбарак и Мерген района Шалакына на смену советским ФАПам появятся новые современные медицинские пункты. Жители ждут открытия этих важных социальных объектов. «Хотим, чтобы наш Аканбарак просветал, чтобы у нас ФАП был новый, чтобы наши детки, бабушки, детушки, родители приходили, чтобы нам медсестры, врачи оказывали первую помощь, чтобы куда-то детям было бы прийти. Охота поставить, было бы еще, конечно, чтобы у нас тут ДК поставили детям мы нашим. ФАП стоит, он сейчас, да, дом маленький выкуплен, но там таких условий нет, вот, например. Но первую помощь, конечно, оказывают в любое время, когда надо, даже и ночью приезжают к нам наши фельдшера. Мы радуемся, что у нас строится ФАП, чтобы процветала наша деревня». «За последнее время у нас, получается, много изменений произошло. Это вот у нас улучшение дороги произошло потом. Что еще? Строительство ФАП, как вы видите, да? А ремонт в школе, то есть очень много было изменений, вот нам в этом году построили ФОК». Строят по самым современным стандартам. Открыть планируют уже в следующем месяце. «Сейчас на объекте работают около 15 человек, три единицы техники. Крыша у нас 100% закончена, внутренние работы 30%, наружные работы около 60% у нас. И планировка этих благоустройств тоже заканчиваем». Социальному развитию сел в районе Шалакына уделяют особое внимание. В каждой сфере открывают объекты, направляют средства. Только на строительство двух ФАПов из республиканского бюджета выделили 280 миллионов тенге. Всего в области их в этом году построят 46. «Полагаю, что такие объекты необходимы для развития сельского региона. И государством в этом направлении выделяются средства. На будущем у нас запланировано строительство культурно-разразительного центра. В здании школы проводятся спортивные секции. Далее, в летний период у нас сразу за медицинским пунктом находится спортивная площадка. И занимаются дети, молодежь сельского нашего села». А еще в Мергене очень ждут новый водопровод. Его строят с прошлого года. С его запуском чистую воду будут получать и жители села Желтыр, подрядчик из города Кокшитау. По проекту будет основная магистраль и разводящие сети. «В текущем году мы планируем сдать объект данной в эксплуатацию в ноябре месяце. На сегодняшний момент по селу полностью проложены водопроводные сети, протяженные 113 километров. Построена насосная станция с резервуарами, двумя резервуарами воды. Устанутся, получается, проведены работы по подключению насосной станции к центральному водопроводу, к Кишинскому центральному водопроводу». «В текущем году, в ноябре месяце водопровод у нас будет заключен». До этого жители села Мерген пользовались привозной водой, что создавало неудобства. Совсем скоро жители могут набирать чистую питьевую воду из колонок. «У нас подъездные пути, асфальтированы внутри села полностью, асфальтированы 100%. Также для молодежи построен ФАП местным сельхозформированием Туо Гермесагра. Данное село в районе, дети выступают, в области выступают, неоднократные тоже призеры имеются». В планах построить с участием фермеров молочный мини-завод в Мергене. «Александра Рудина, Вадим Мударисов, МТРК». «Автодорога Петропавловск-Астана, вблизи села Рублевка, автомашина не справилась с управлением и выехала на обочину. Водители его супруга не пострадали. Мужчина обратился на канал 102. Вызов отработал участковый инспектор Азет Резыханов. Силами ТО Зенченко машину вернули на дорогу. Аналогичный случай произошел и возле села Подгорного. Полицейские предупреждают водителей о том, что в сложных климатических условиях необходимо внимательно следить за прогнозом погоды и быть готовыми к резкой перемене ситуации на дорогах. «В связи с ухудшением погодных условий, осадков в виде снега и дождя, понижением температуры, прошу без острой необходимости ограничить выезда за пределы населенных пунктов, а также проверить свои транспортные средства на техническое состояние, заблаговременно поменять резину на зимнюю, соблюдать дистанцию, скоростной режим». Повышенное внимание на дороге требуется и от пешеходов. Важно понимать, что при образовании наледей и выпадении снега торможение транспортных средств затруднено. Взрослым следует дополнительно разъяснять детям правила безопасного поведения на дороге. Масштабные учения по пожарной безопасности организовали в районе Шалакына. По сценарию, недалеко от села Амерген произошел природный пожар. Горит 25 гектаров площади. На место прибыли бригады пожарных, медиков и полицейских. Всего 12 служб гражданской защиты и обороны. Природных возгораний в этом году в районе Шалакына не наблюдалось, но профилактика прежде всего, говорят ЧСники. Условные учения двухдневной задействовали 120 человек личного состава и 40 единиц техники. В программе отработка действий спасателей в различных чрезвычайных ситуациях. В период данных учений было отработано порядка 7 водных. Это организация палаточного лагеря, эвакуация населения, в том числе организация их обогрева. Далее проведение аварийно-спасательных работ при возникновении пожара в лесостепной зоне. Также одно из водных было тушение жилого массива, восстановление линий электропередач, эвакуация населения, а также эвакуация сельхозживотных и размещение их в соответствующих установленных местах. Данные учения у нас проводятся на основании плана основных мероприятий гражданской обороны области, который ежегодно утверждается Акимом. То есть на территории Шалакына данные учения проведены в этом году, следующее учение по данной тематике будет через три года. С начала текущего года в районе Шалакына произошло 12 пожаров. В селе Куприяновке в огне погибла женщина. В целом, отмечают в районе, статистика пожаров уменьшилась. В 2023 году их было почти 30. На территории района у нас имеется одно противопожарное подразделение штатной численностью 23 человека, три основные автоцистерны у нас, одна вспомогательная и один автомобиль вахтовка. В отделе по чрезвычайным ситуациям штатная численность 5. Сейчас идет четвертый класс пожарной опасности на территории нашей области. Спасатели настоятельно просят население соблюдать правила пожарной безопасности. Более внимательными быть в период отопительного сезона, который уже начался. В ноябре аналогичные учения пройдут в Таиншинском районе. Только отрабатывать уже будут чрезвычайные ситуации зимнего периода. Кыз-2024. Александра Рудина, Вадим Мударисов, МТРК. Город Петропавловск. С 25 сентября по 15 октября состоится большая распродажа пятигорских шуб. В ассортименте большой выбор мутона и норки, а также мужских и женских головных уборов. Акция «Сдайте старую шубу», получите скидку на новую 100 тысяч тенге. Ждем вас по адресу Чуканова-Леханова, 15. Рядом магазин «Изюминка». Действует рассрочка 0%. В прошлом году Комитетом по делам гражданского общества поднят вопрос о пересмотре концепции развития общества. В связи с этим в Доме дружбы организовали круглый стол, чтобы подвести итоги первого этапа пересмотра и поставить цели на дальнейшее будущее. Пригласили представителей всех альянсов Североказахстанской области. Действующая концепция была принята в 2020 году. С тех пор произошли кардинальные изменения. Плюс по политической реформе были произведены. Состоялось два референдума. И это все требует пересмотра, отражения в текущей концепции. Дополнительно к этому завершается первый этап реализации концепции, который охватывал периоды с 2020 года по 2025 год. Наступает следующий этап, это с 2025 года по 2030 год. Следовательно, нужно проанализировать всю деятельность по первому этапу и внесли корректировки на дальнейшие планы. В зале руководители волонтерских организаций и активисты Петропавловска. Председатель Ассоциации деловых женщин Североказахстанской области Саулья Сулейменова выступила с докладом, где рассказала об основных этапах развития гражданского общества в области. Для того, чтобы сохранить мир и согласие, сохранить гражданскую идентичность, вот об этом как раз-то будем говорить в этом спецпроекте. Кроме того, мы будем говорить о том, что нужна широкая разъяснительная работа среди населения, вот как раз-то по направлениям спецпроекта «Тамбрелас». То есть для того, чтобы сохранить мир и согласие, нам нужны такие понятия, как патриотизм. Они есть, существуют, но они должны стать общечеловеческими ценностями. С целью сохранения целостности гражданского общества подобные мероприятия в Петропавловске проводятся часто. Валерия Севашер, Ниас Аманов, МТРК. Член регионального народного штаба за строительство атомной электростанции Имманголит Атваев посетил среднюю школу номер 43 имени Габита Мусрепова, где встретился с педагогическим составом. В первую очередь встреча нацелена на то, чтобы поблагодарить коллектив учебного заведения за активную гражданскую позицию и участие в референдуме. Наш труд, он дал положительные результаты, и сегодня наша задача стоит уже поблагодарить людей, наших граждан, наших горожан за активное участие в голосовании. И референдум, как мы все знаем, уже состоялся, и те голоса, голос каждого был из них нам очень полезен. Они выявили свою волю, и это доказывает о том, что у нас в стране приветствуется, каждый имеет свой голос, и каждый имеет право высказать свое личное мнение. И это они свое мнение высказали. Мы это уважаем. 6 октября в здании школы расположилось два участка голосования. Председателем комиссии на одном из них стала Надежда Золотилина. День голосования прошел без нарушений. На нашем участке проголосовало больше половины, ну больше 50% избирателей, и большинство из них, значит, 58% были за строительство атомной электростанции. На момент начала работы избирательной комиссии у нас были наблюдатели, замечаний по работе, по нашей работе не поступало. Значит, ну достаточно хорошо шли избиратели, все были доброжелательны. В общем, каких-то вот нарушений или каких-то там, ну допустим, случаев, ничего такого не было. Встречи по поводу строительства атомной электростанции прошедшего референдума продолжатся и дальше с коллективами предприятий и учебных заведений региона. Валерия Сиваш, Матвей Колесников, МТРК. В средней школе номер 40 имени Карбышева открыли военно-патриотический центр «Жас-Батыр». На третьем этаже для него выделили 200 квадратных метров. Там расположились музеи, посвященные Великой Отечественной и Афганской войнам, и зал для работы Центра военно-патриотического воспитания. Сегодня мы открываем областной военно-патриотический центр «Жас-Батыр» при региональном центре физкультуры и начальной военной подготовки управления образованием. Инициатором открытия этого центра выступило управление образованием и общественная организация ветерана-инвалиды войны Афганистана по североказахстанской области. По поручению Акима были выделены деньги. В числе приглашенных гостей – ветеран Афганской войны Мухтар Исенбергенов. Он рассказал о тяжелых военных годах и в целом о службе. Считает, что такие центры нужно открывать в каждой школе. Это поможет приобщить молодых защитников Отечества к патриотизму, привить им национальный дух, военно-патриотическое воспитание. Это музей у нас уже Петропавловский первый, я считаю. У нас в области такого музея раньше не было. Конечно, ребятам этот музей нужен, школьникам, для патриотического воспитания молодежи, чтобы они видели, не забывали своих предков. Десятикласснице Ангелины Журавель здесь интересно все. Три года она занимается военно-прикладными видами спорта. Выезжала на международные соревнования и получала призовые места. В личном зачете на городских соревнованиях заняла гран-при. Мне кажется, что музей очень хорошо обустроен. Тут даже есть конференц-зал. Мне нравится очень. В завершение для гостей и школьников провели экскурсию по музею центра. Дмитрий Тимофеев, Александр Янцен, МТРК. Пластический спектакль «Козо Корпеш» и «Баян Сулу» показали на сцене областной филармонии имени Акана Сире. Танцоры ансамбля «Туганжер» начали подготовку в феврале. Говорят, спектакль выдался сложным, но очень интересным. Каждодневные репетиции привели нас к большому результату, после чего есть в планах показать этот спектакль всему миру. Также основная цель этого спектакля – показать историю казахского народа, историю любви казахского народа, чтобы другие национальности, а также наши любимые зрители увидели и поняли всю суть того, что мы хотим передать. Я играю в массовке, то есть в ауле. Также в конце нашего спектакля есть момент, когда «Баян» умирает, и мы танцуем ее души, то есть ее призраки. Спектакль является авторской интерпретацией известной казахской поэмы о трагической любви юноши «Козо» и девушки «Баян». Режиссеры-постановщики Максим Танков и сама Джумажанов. В зале учащиеся школ, их учителя и другие ценители искусства. Юным зрителям спектакль очень понравился. Он такой драматичный, а мне нравится драматизм. Это флиптакль. Он показывает нам казахские традиции, казахские обычаи, показывает сам Казахстан. Он может научить нас про патриотизму, общество, патриотов Казахстана и Казахстан в целом. В этом году областной филармонии исполняется 60 лет. В рамках празднования своего юбилея коллектив подготовил для зрителей много интересных сюрпризов. Компания «Теплэка» — единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. «Теплэка» работает по принципу русской печи — быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 тиловатта в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель «Теплэка». Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон 7707-343-6282. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России.